Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. В прошлом году я продал свой угольный гриль, сделанный из газового баллона. Ну, так получилось. Захотелось мне его продать, надоело мне. И в конце зимы этого года заморочился поиском газового гриля. Задача была следующая, купить не очень дорогой газовый гриль. Бюджет у меня был до 300 евро. К сожалению, в этот бюджет мало что попадало. При этом хотелось купить гриль, который будет с чугунной решеткой. Вот, в результате длительных поисков мы нашли такой агрегат Grille Chef. Покупали его в Украине, в интернет-магазине Киви. Ссылку на интернет-магазин, именно на этот гриль, я оставлю в описании видео, друзья. Сейчас хочу сделать коротенький обзор, потому что мы уже опробовали, так сказать, обкатали этот гриль. Он мне очень понравился. Хочу с вами поделиться. Естественно, позже, ближе к майским праздникам, будет очень много рецептов приготовления всяких вкусняк именно на этом гриле. Ну, вот я очень люблю, люблю готовить на гриле. У нас есть мангал прекрасный, но все-таки вот эта вот конструкция мне очень нравится за счет того, что здесь можно контролировать температуру, причем контролировать очень точно. Чем меня не устраивал самодельный угольный гриль? Тем, что как раз вот вопрос контроля температуры в нем очень-очень посредственно стоял, скажем так. Здесь он решается, ну, буквально там в пределах 5-10 градусов, то есть вы можете контролировать в этом гриле. Температуру, допустим, вам надо 180, вы четко получаете нужную температуру 180 градусов. Давайте вкратце расскажу об этом приборе. Газовый гриль польского производства, гриль шеф. Кстати, доставляли мне его из Польши, причем я познакомился с хозяином интернет-магазина, у него не нашел того, что мне нужно. Он говорит, ну, выбирай на польском сайте, я тебе доставлю. Выполнен, как написано в описании, но у меня есть очень серьезное сомнение. Из нержавеющей стали, покрашенной огнеупорной краской. Но вот по поводу того, что она нержавеющая, как я говорил, конечно, не царапал, не заржавливал, но время покажет. Но у меня есть сомнения. Хотя везде в описаниях написано, что она нержавеющая. Вот эта вот как бы часть гриля, которая имеет контакт с высокой температурой, она покрыта огнеупорной эмалью. Две чугунные решетки снимаются. Размер решеток общий суммарный 43 сантиметра на 60 сантиметров. То есть достаточно большой. Можно на очень большую компанию приготовить. И дальше под вот такими козырьками, эти козырьки действительно из нержавеющей стали, расположены три горелки, тоже из нержавеющей стали. Такой металл, конечно, достаточно не толстый, но вот сам корпус выполнен из металла 0,8 миллиметра. Вот эти штуки потоньше. Это нержавейка где-то 0,5 миллиметра. Ну, пока не могу сказать, насколько будет надежно, но в общем и целом все выглядит достаточно прочно, достаточно нехлипко и достаточно долговечно. Но самое большое преимущество этого гриля среди его одноклассников по цене, это именно чугунные решетки. Здесь имеется автоподжиг. Также имеется дополнительная комфорка. Тоже очень интересная опция. Я, допустим, когда готовлю мясо-гриль, я люблю подогреть кастрюльку, ну вот просто пустую кастрюльку разогреть, и мясо уже после того, как оно готово, отправить в эту кастрюльку разогретую, чтобы оно отдохнуло. Вот здесь вот есть интересная полочка, которая складывается как пантограф телескопически. На ней будем жарить овощи. Две рабочие поверхности, ну вот это одна, и вторая поверхность, вот эту штуку теперь можно использовать как рабочую поверхность. И вот здесь вот прячется баллон в этом ящичке, и можно держать всякие принадлежности для барбекю. Сам баллон в комплект не входит, но редуктор и шланг входят в комплект. Гриль поставляется в картонной коробке, то есть он мне пришел просто в коробке разобранной. Я когда увидел количество деталей, у меня был легкий культурный шок. Я думал, что буду собирать два дня. Собрал, в общем, я его за час сорок где-то. Ну, будем говорить, пока я ходил за инструментами, пока все это происходило достаточно долго, за два часа. Полностью весь гриль у меня был готов к запуску за два часа. Инструкция очень доступная, хотя русского языка нету, но в картинках все показано, и особо читать не приходится. Смотришь картинки и собираешь. Достаточно удобно. Вот такая вот штука. И сегодня мы хотим приготовить несколько блюд, причем мы будем сразу же, ну, как бы в одной закладке готовить картошку, готовить такие свиные стейки из-за шейка, и приготовим овощи для горящего салата. И покажем вам, как это работает. Естественно, прежде чем начинать что-то готовить, надо гриль разогреть. Для этого воспользуемся электроподжигом. Вначале зажигается центральная комфорка, ну, центральная горелка. Вот она горит. Видно через решетку? Нет. И после этого зажигаются боковые горелки. Они как-то поджигаются уже от центральной. Вот, зажгли все три горелки. То же, что классно, вот это вот максимум. Если вы хотите на минимум, вам не надо ничего там, ну, выстраивать. Вот, повернули сюда до упора и получили минимум. Сейчас я разогреваю гриль до температуры где-то 250 градусов. Будем жарить, друзья. Прогрев до 250 градусов занимает 3 минуты. Что, на мой взгляд, очень круто и очень быстро. Поставим сюда картошечку. Кстати, картошечку вот так вот хочу смазать маслом тоже. И пусть себе запекается. Сюда прекрасный замаринованный ошейк. И немножко овощей для горячего салата. Парочка шампиньончиков для красоты. Закрываем. В следующий раз откроем, я думаю, минут через 5. Засекаю время. Через 5 минут можно посмотреть, что у нас здесь происходит. А происходит все очень и очень хорошо. Мясо обжаривается. Картофанчик тоже. О, надо его маслом смазать с этой стороны, прежде чем переворачивать. Вот так вот. И мясо смажем маселцем. И даже немножко овощей. Овощи практически готовы. А вот про картошечку такого не скажешь. Мне всегда нравилось, как американцы на одном гриле готовят полностью весь ужин для всей семьи. Картошечку можно посолить. И с этой стороны еще немножко маселца. Закрываем опять на 5 минут. Засекаем время. Думаю, что через эти 5 минут овощи уже будут готовы. А я пока побалуюсь пивком, с вашего позволения. Хорошим домашним пивом. Друзья, варите пиво сами. Не покупайте его в магазинах. У нас на канале есть очень много классных рецептов разных сортов пива. Также есть видео о том, как вообще начинающему пивовару, если вы еще ни разу не варили зернового пива, как правильно сварить зерновое пиво. Заходите к нам на канал в раздел «Алкоголь». Смотрите видео. И к майским праздникам сварите себе вкусное пиво. Еще через 5 минут у нас готов перчик. И готовы помидорки. Баклажанчику надо еще немножечко пожариться. Грибочкам тоже можно пожариться. Перевернем картошечку. Красота какая получается. Кстати, друзья, забыл сказать, под горелками установлен алюминиевый поддон. Поэтому весь жир, который стекает с пищи, которую вы готовите, он не остается на гриле, а он остается, вернее, попадает на такой специальный поддон, который очень легко извлечь из гриля и помыть. Это маселцем. И это маселцем пусть запекается и дает нам красивую корочку. Посолим. Ну что, еще 5 минут. Время пошло. Пахав здесь просто можно с ума сойти. Ну и думаю, что баклажан готов точно. И грибочки готовы. Шампиньончики. Вот очень удобная полочка. Посмотрим, что с нашим картофанчиком. Картофанчик красиво запекается. Ах, слюнки текут. Мясо источает вкусные запахи. Мариновал я его, друзья, просто в соль, перец и лук. Больше ничего. Это свиной ошейчик. Свеженький, хорошенький. Практически готов. Я думаю, что еще 5 минут. И будем снимать. Мясо уже доходит. И, как я говорил, люблю стейки ставить отдыхать в горячую кастрюльку. И вот, польская фирма реализовала мои сокровенные желания. Раньше я кастрюльку грел над мангалом. А сейчас я ее могу совершенно спокойно разогреть вот на этой комфорке. Красота. Картошечка, я думаю, уже полностью готова. Можно ее снимать. И какая красивая. Я думаю, что и вкусная. И еще немножко, буквально 5 минут еще, дожарим наши шеи. Эту штуку тоже уже можно снимать. Пусть, пусть еще пожарится чуть-чуть. Винтус готов. Гриль можем выключать. И переносим его в кастрюльку. Здесь тоже можно уже выключать. Пусть немножко отдохнет. И, друзья, так сказать, к столу 25 минут и скромный ужин на двоих готов. Ну что ж, друзья, 20 минут. И наш скромный ужин на двоих, приготовленный с помощью польского чуда техники гриль-шеф, готов. Гриль... Ай, сейчас слюной захлебнусь. Так вкусно все это выглядит. Гриль очень толковый. Мне он очень нравится. Ну вот такое вот мы за 25 минут на нем сварганили. Конечно же, будет для вас еще очень много интересных рецептов, приготовленных на этом гриле. Будем делать и стейки. Очень много всего будем делать. Не буду забегать вперед. Поэтому оставайтесь с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ну и, как бы, цель этого видео была максимально раскрыть преимущества нашей новой покупки. В виде недостатков я пока не обнаружил в ней, а преимуществ много. Ну, по крайней мере, очень много вещей, которые нельзя приготовить на мангале, можно приготовить на этом чудесном гриле. Вот как-то так, друзья. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. А мы будем снимать для вас новые интересные видео. Всего доброго. Пока.